Продолжение следует... Это Ракурс на РБК. Меня зовут Антон Шибанов. Здравствуйте. Гости в нашей студии Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы. Николай Зуев, генеральный директор строительной компании «Кортрос Пермь». Господа, я вас приветствую. Добрый день. Давайте начнем с конкретных примеров, которые характерны для нашего региона. Формат государственное частное партнерство. Здесь можно, конечно, перечислить огромное количество проектов. Наиболее яркие. Могу сказать одно. Все те проекты, которые сегодня реализуются в рамках строительства жилья, они все так или иначе являются государственно-частными. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что все согласительные процедуры, как сторона все-таки органов власти, мы должны это сделать максимально в короткое время, максимально комфортно. И, собственно говоря, чем раньше мы это сделаем, тем, собственно, раньше выйдет застройщик на поле, на участок и, соответствующим образом, реализует эти все вопросы. Проект. Второе. Это, конечно, согласительные процедуры с точки зрения обеспечения инфраструктуры тех или иных земельных участков. И, собственно говоря, здесь тоже две функции. Первое. Это взятие на себя некой нагрузки по обеспечению инфраструктуры, потому что, собственно говоря, для жителей нашего города появление нового современного жилья является тоже ответственностью и обязанностью власти. А, с другой стороны, это согласительные процедуры с теми инфраструктурными компаниями, которые сегодня, как правило, представляют те или иные тех условия на подключение. Поэтому, собственно говоря, можно перечислить огромное количество проектов, но мы все прекрасно знаем их, они все на устах. Чуть сложнее обстоят дела, может быть, с недевелоперскими проектами. Это проекты, которые строительство торговых центров и, собственно говоря, в этом направлении. Социальная инфраструктура. Социальная инфраструктура, конечно. И здесь, конечно, тот пока опыт, наверное, только-только можно сказать. Во-первых, сняты юридические ограничения. Сегодня, слава богу, есть федеральное, региональное и, собственно говоря, муниципальное законодательство в этой связи. И здесь, я думаю, что большие горизонты открываются в этой части. Но могу сказать одно, что вот аббревиатура, еще раз подчеркну, применительно все-таки к муниципальному образованию. Мы говорим не о государственно-частном как раз, а о муниципально-частном партнерстве. И это очень важно. Логично. И это очень важно. И самое ключевое слово – партнерство. То есть каждый должен для себя видеть цели, которые он достигает, когда садится за стол переговоров. Но форма-то не меняется. Николай Геннадьевич, с точки зрения бизнеса, в том числе строительного, мы же понимаем, что возведение неких социальных инфраструктурных объектов, будь то детский сад, школа, поликлиника, получается, за счет вашего кошелька-то строится. Ваш интерес в чем? Я согласен с Юрием Кальчим, что софинансирование и участие в строительстве инфраструктуры, инженерной, социальной, транспортной, связанной со строительством нового жилья, здесь пересекаются интересы застройщиков, интересы муниципалитета и интересы ресурсоснабжающих организаций, как заинтересованных в этих сетевом хозяйстве. И поэтому в этой теме, в этом вопросе пересекаются интересы, баланс интересов возникает. И, безусловно, застройщик, как самая заинтересованная сторона, чтобы в заранее определенные сроки завершить объект, полностью готовый, соответствующим всем нормам, и передать его, как правило, участникам долевого строительства. Примеры есть конкретные, где, может быть, не только региональному подразделению, вашей большой компании, но предприятию в целом удавалось находить такой баланс. Да, здесь я могу сказать, что как раз в группе компаний «Кортрос» при реализации проекта застройки жилой район Академический в Екатеринбурге такой пример государственно-частного партнерства и оформленного соответствующим образом есть у нашей компании, причем достаточно масштабный, когда из бюджета федерального, регионального, муниципального объем финансирования в строительстве инженерной инфраструктуры, в строительстве социальной инфраструктуры, транспортной, составляет несколько миллиардов рублей. То есть это очень солидные цифры. С другой стороны, этот проект мог быть реализован в тех условиях, когда ставился приоритет и отрасль жителей нуждались в значительном увеличении темпов, масштабов жилищного строительства. После перехода на рыночные условия, после того, как компании строительные сформировались в новых условиях, основное приложение сил компаний это, как правило, для городов точечная застройка. По прошествии нескольких лет земельные участки, которые можно было использовать, были исчерпаны, поэтому освоение новых площадок, оно влечет за собой необходимость именно значительного вложения в инфраструктуру, потому что для того, чтобы построить даже один дом, одну квартиру, нужно обеспечить часто многокилометровые, иногда десятки километров сетей. Тоже понятно, что нужно обеспечивать не один дом, а целый будущий район на сотни тысяч жителей с соответствующими инженерными, техническими характеристиками и стоимостью этого оборудования. Еще раз подчеркну, это необходимо профинансировать до начала продаж даже первого дома. Поэтому эти задачи, они могут решаться либо с участием государства бюджета, либо с участием средств аккумулирования так называемых длинных дешевых денег. Ну, на сегодня пока это не очень актуально для России. Господа, некие новые горизонты, где взаимодействие власти и бизнеса возможно в Перми. Ну, такая задача вообще ставится. Безусловно. Более того, скажу, любой инвестиционный проект, прежде чем, собственно, наверное, профинансировать... Что вы знаете, извините, у нас есть в Перми, на самом деле, как примеры положительного взаимодействия, так и не совсем положительного. Ну, не буду называть. Ну, так же, как и везде, не только в Перми. Я бы не хотел даже углубляться, наверное, в эту тему. Поэтому, вообще, как бы, команда, депутатская команда, я так понимаю, администрации города Перми придерживается следующей логики. И, собственно, муниципально-частное партнерство становится теперь в обиходе все чаще и чаще. Прежде чем попросить или, наверное, сделать заявку на бюджетные инвестиции, нужно точно посмотреть, а неинтересно ли это частному инвестору. Если это интересно, хотя бы малейший интерес проявляет частная компания, то надо точно садиться за стол переговоров и по этому поводу вести дискуссию и выходить на конструктивный результат. Второе, конечно же, вся социальная инфраструктура на сегодняшний день, те, наверное, обязательства в рамках известных и майских указов, и новых инициатив, это точно точка входа и применения муниципально-частного партнерства. Примером тому может служить, наверное, уже завоевавшая народную популярность программа развития микрорайонов, как мы ее называем, депутатским в своем кругу, да и население именно ее так знает, где фактически уже не один год финансируются те проекты, которые сегодня, к счастью, становятся в федеральном тренде. То есть это благоустроенный двор, это уличная дорожная сеть, прилегающая территория и так далее. И, конечно же, сегодня, если на бюджетный рубль привлечь еще и частное, инвестиции, а ведь там ведь не только в спальных районах бывают жилые комплексы, жилые, так скажем, здания, но это и, собственно, и бизнес-структуры, то я думаю, что это вот тоже такой новый, наверное, вектор, да, где мы можем сегодня получить, во-первых, за меньшие деньги в бюджете, больше финансовый результат, да и больше вообще результат. Давайте спросим у представителей бизнеса, интересно ли такое предложение. Об устройстве территорий посредством привлечения средств в вашем лице компании-застройщика. Интерес ваш в чем может быть здесь? Хотел бы тут продолжить вопрос, связанный с участием государства в этих программах, в приоритетах. Например, на 2017 год федеральный бюджет запланировано выделение 20 миллиардов рублей на благоустройство придомовых территорий, на подъезды к придомовым территориям, на приоритетные муниципальные проекты. Ну, это то, о чем говорил Илья Викторович. Да, 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 просто есть конкретные цифры, и причем очень быстро среагировали все уровни власти. Вот здесь мы можем сказать, что за время предвыборной кампании этого года одним из трех, условно говоря, наиболее часто встречающихся наказов, это именно население просило решить вопросы благоустройства придомовых территорий. Этот запрос, он транслировал буквально за полгода на федеральный уровень. Поэтому развитие, участие федеральных... Федеральные средства будут, да, органы власти заинтересованы, понятно. Бизнес готов ответить на это предложение? Вопрос-то вот о чем. Здесь давайте посмотрим, вот с какой стороны. Сегодня собственником земельных участков, придомовых территорий, как правило, является это в многоквартирных домах, по сути, со-собственники жилого фонда, то есть жители. Управляющие компании таковыми собственниками не являются. Они не могут, соответственно, вкладывать средства, и у них нет источника для этих вложений. Как правило, по жизни в городах прилегающая к домам территория, тоже относимая к придомовой, это объекты торговли, расположенные на первых этажах зданий. Они, как правило, являются заинтересованными, но решение этих вопросов часто носит конфликтный характер пересечения интересов жителей дома и пересечения интересов компаний, которые пользуются частью дома и, соответственно, придомовой территории. Поэтому вот сегодня я, к сожалению, не вижу здесь возможностей для какого-то масштабного регулирования и, соответственно, на отдача от этого процесса. Это исключительно индивидуальный вопрос. Я, понимаете, это абсолютно нормально. То есть надо договариваться по каждому конкретному случаю. И это естественно. Вижу еще один яркий пример, где взаимодействие власти и бизнеса может дать вполне себе конкретные результаты. Это, наверное, мне, даже я не буду преувеличивать, это проблема ветхого жилья. Да. Здесь возможно применение таких инструментов? Как муниципальное частное партнерство? Вопрос ко мне. Вопрос подвешивается в воздухе, и я жду ответа на него. Могу сказать, вы правильно совершенно диагностировали одну из самых, наверное, таких горячих и болевых точек. Извините, точка с запятой на фоне приближающегося 300-летия города Киева. Совершенно верно, совершенно верно. И, конечно, если сегодня взять многоквартирные дома, общую ее численность порядка 6 тысяч, если быть точнее, 6222 дома на сегодняшний день на территории города Перми. Есть, и из них порядка чуть больше 500. Это аварийное жилье, и чуть больше 500 – это непригодное для жилья. И, конечно же, сегодня лишь только муниципальным бюджетом эту тему точно не решить. И, конечно, не первый год, но с разной степенью интенсивности осуществляется на территории города Перми такая программа реновации застроенных территорий. И, конечно, без как раз муниципально-частного, государственно-частного партнерства эту программу точно не реализовать. Но здесь как раз интерес бизнеса-то и есть. Они заинтересованы в получении участков. Интерес бизнеса есть. Он готов принимать участие в аукционах. Но есть и нагрузка на бизнес, которая должна быть, собственно говоря, соизмеримо стоимость квадратного метра, потому что бизнес строит жилье для того, чтобы продать. И, конечно, сегодня часть нагрузки по расселению ветхого и аварийного жилья должны взять на себя муниципальные власти. И вот здесь должен быть разумный баланс. На каком этапе мы точно берем на себя обязательства эти два дома расселить, а вот эти полтора или два дома расселяет бизнес за свой счет. И это, конечно, нужно точно считать с калькулятором в руках и, конечно же, договариваться. Но успешный опыт реализации таких проектов, он есть. И он тоже налицо. Николай Георгиевич, Ваше мнение. Здесь выскажусь таким образом. Безусловно, освоение застроенных территорий для застройщиков актуально и интересно. В чем ключевая сложность в реализации таких проектов? Она заключается в том, что необходимо договариваться и искать варианты заменяющего, замещающего иного обеспечения жильем собственников и просто проживающих в этих отселяемых жилых помещениях. Проблема для бизнеса заключается в том, что нельзя точно заранее оценить ни срок, который потребуется для этого отселения, ни точной суммы средств, которые вот необходимы. Но это вопрос к законодательной власти. Может быть, нам разработать и применить некие нормативные документы, акты, которые бы помогали и ускоряли этот процесс, давали какие-то гарантии застройщикам? Может быть. Потому что вот здесь выскажу, так сказать, в плане диалога и дискуссии, что для органов власти чуть проще запустить долгоиграющие программы, в которых нет сиюминутной эффективности. То есть программу расселения и тогда уже, проведя фактическое отселение, фактические затраты власть может переложить на стоимость этого земельного участка. А действующая программа-то о реновации территории, о которой говорит Юрий Аркадьевич, она не совсем отвечает вот этим требованиям? Она работает. Но еще раз говорю, там проблема в том, что заранее застройщик не знает, сколько по времени. Потому что часть жителей, имеющих право на жилые метры, выдвигает неприемлемые условия. И, соответственно, решение этих процедур в судебном и ином порядке и суммы, которые возникают, они... То есть это должно быть, все требования должны быть заранее прописаны в той самой программе? Верно понимаю? Еще раз. Либо кто-то из особой категории бизнесменов, который берется за расселение. И потом уже, условно говоря, чистую площадку передает для строителей. Удобнее всего эту функцию, на наш взгляд, реализовать через органы власти. Хотя тут есть проблема, что жители и элемент давления, так скажем, смягчая, будут присутствовать. 300-летие Перми приближается. Неотвратимо. Как мы будем привлекать, как мы будем формировать это самое муниципальное частное партнерство, где оно возможно? 2018 год это, собственно, тот год, когда можно готовить, наверное, пул серьезных проектов к 300-летию города с точки зрения федерального софинансирования и привлечения федеральных ресурсов. Ну и, конечно же, тот закон, который сегодня принят депутатским корпусом еще законодательного собрания прежнего созыва об статусе административного центра, конечно, должен насытиться совершенно реальными проектами в виде подарков жителям города Перми к очень круглой и очень почетной дате. Ну и, конечно же, муниципальные власти сегодня тоже мобилизованы с точки зрения уже начала тех работ, подготовительных работ. В том числе ряд объектов появилось и в трехлетнем бюджете, который у нас в виде проекта уже в первом чтении принят. Я думаю, что это вот ровно то, что должно всех жителей города Перми объединить. Объединить и чтобы каждый принял посильное участие в подготовке к юбилею нашего любимого города. Прекрасный тост, Юрий Аркадьевич. Давайте прежде кратко, если можно, Николай Геннадьевич, мнение Вашей компании, которую Вы представляете, и бизнеса в целом, поскольку Вы в нашей студии сегодня именно с этой стороны являетесь участником, готовы участвовать? В каких проектах хотелось бы? И готовы, и планируем, и уже реализуем проекты. Есть музыкраты, 30 секунд. Да, компания Куртрос, сегодня самый крупный реализуемый проект, жилой комплекс Гулливер, красивая европейская архитектура, удобное расположение. Я думаю, что это будут привлекательные объекты для жителей этого жилого квартала и для города Перми в целом. Парк-то обустроите? Обязательно. Парк – это изюминка, это будет нечто необычное. Это некое наше совместное условие. Вот яркий пример муниципально-частного партнерства. Господа, благодарю за участие, за Ваше мнение, они действительно интересны для нас. Гости нашей студии Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы, и Николай Зуев, генеральный директор строительной компании Картрос Перм. До встречи в РБК. РБК Перм. Дело. Каждый понедельник и среду в 19.35.